Великий главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Развенчание мифов. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. После моих роликов, целью которых была попытка восстановления доброго имени Иосифа Виссарионовича Сталина, которого оболгали сразу после его убийства завистники и враги его идей, начиная с Хрущева и далее по списку. Поступило просто огромное количество комментариев. В основном это комментарии, поддерживающие мои личные отношения к Сталину, как к незаурядной личности, как к человеку, обладающему всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, как к человеку фантастической работоспособности и, главное, как к человеку беззаветно преданному своей стране и своему народу. Можно и дальше продолжать перечислять необыкновенные качества этого человека. Главное, что абсолютное большинство оставивших свои комментарии согласны с этой моей точкой зрения. Конечно, были и негативные комментарии. Куда ж без них? В семье ведь не без уродов. Но даже сторонники заслуг Сталина нередко задают мне вопрос, кто виноват в ряде поражений РККА на начальной стадии Великой Отечественной войны. Неужели действительно Сталин доверился Гитлеру, прошляпил нападения гитлеровских орд и не отдал распоряжения о подготовке к войне? Почему Сталин не поверил донесениям Рихарда Зорги? И действительно ли во время репрессий 1937-38 годов был уничтожен командный состав РККА на 70%, как утверждают ненавистники Сталина? Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов по отдельности. Приступим. Ну начнем с репрессий. Хотя у меня уже был отдельный ролик на эту тему. Здесь я не буду касаться причин репрессий 1937-38 годов. Об этом я очень подробно рассказал в ролике с одноименным названием. Здесь я приведу дополнительные сведения, касающиеся только РККА. Так кто начал обвинять Сталина? Я думаю, что стоит напомнить всем моим слушателям, что как только умер Сталин, историки получили задание от ЦК КПСС. В этом нет сомнений, если смотреть на их труды. Так получили задание объяснять потери в войне тем, что Сталин якобы не дал привести войска в боевую готовность накануне нападения немцев на СССР. А накануне войны уничтожил лучшие кадры Красной Армии. Поэтому я даже не обижаюсь на людей, которые свято верят этой брехне. Ведь задание врать было дано этим самым историкам на самом верху. А значит требования к его исполнению предъявлялись очень высокие. И врали везде. В художественной литературе о войне. В кинофильмах. В школах и высших учебных заведениях при изучении новейшей истории. Везде, где возможно. Хорошо, хоть реклам тогда не было. А то и туда вставили бы лживые обвинения. Почему я так в этом уверен? Ну, наверное, потому, что читать умею. И люблю. А также потому, что когда я читаю, еще и думаю. Иногда, правда. Как я уяснил, для себя доказательства лучше всего воспринимаются в сравнении. То есть, есть обвинение, которое где-то кем-то напечатано. И есть ответ на это обвинение, который тоже можно прочитать. Причем, компетентность отвечающего не должна вызывать никаких сомнений. Попробуем. Вот в независимой газете очередной историк Печенкин поясняет читателям вину Сталина, поставившего свою страну перед катастрофой. Вот небольшой отрывок из его обвинительной речи, если так можно выразиться. Действительно, РККА пережила в эти годы глубокие потрясения. Структурную перестройку и значительные кадровые изменения. Четырежды менялись начальники генштаба, командующие военно-воздушными силами и военно-морским флотом. Лишились своих постов, а затем погибли девять заместителей наркома обороны, почти все командующие военных округов и многие командиры корпусов и дивизий. Кроме того, из армии были уволены свыше 40 тысяч офицеров, из которых только 12 тысяч, то есть одна четверть, были затем реабилитированы и возвращены в строй. Сменились многие преподаватели и начальники военно-учебных заведений. Все это не могло не отразиться на подготовке военных кадров и на уровне образования офицерского корпуса. Из 579 тысяч советских офицеров лишь 7,1% имели высшее образование, 55% среднее, 24,6% окончили различные ускоренные курсы, а 12,4% вообще не имели военного образования. Отличительными чертами командиров РКК были патриотизм, относительная молодость, отсутствие боевого опыта и небольшой командный стаж. Большинство командиров частей и соединений прослужили в занимаемых должностях менее одного года. Печенкин не поясняет, сколько же должен офицер находиться в своей должности. 10, а может 20 лет, чтобы уметь воевать и радовало ли офицеров, если бы они в одной должности на радость Печенкину сидели по 20 лет. Но, как видите, вина Сталина в убийстве. Лучших кадров тиражируются для наивных читателей независимой газеты и надежно вкладываются в их головы. Уверен, что после этого найдется масса людей, которые жалкое состояние кадрового офицерства РКК тоже свяжут с репрессиями в армии 1937-1941 годов. Дескать, перебил Сталин всех умных и остались только дураки. Вот-то остался с дрянью. Ошибутся эти люди и сильно ошибутся. Перед войной как раз и была сделана попытка очистить армию от негодяев. Хорошие порядки в любой организации завести непросто. А всяческая дрянь заводится легко. И вывести ее потом очень трудно. Моим слушателям, наверное, уже все уши прожужжала демократическая пресса, а не только Печенкин, что в 1937-1941 годах Сталин, дескать, расстрелял 40 тысяч генералов и офицеров Красной Армии. Чуть ли не каждого четвертого. На самом деле, это число всех офицеров и генералов, уволенных из армии в то время. А собственно, за участие в антисоветском мятеже было уволено всего около 4 тысяч человек, часть из которых действительно была арестована и осуждена, в том числе и к расстрелу. Вы спросите, кто же еще был уволен? А вот кто? За последнее время пьянство в армии приняло поистине угрожающие размеры. Особенно это зло укоренилось в среде начальствующего состава. По далеко не полным данным, в одном только белорусском особом военном округе за 9 месяцев 1938 года было отмечено свыше 1200 безобразных случаев пьянства. В частях Уральского военного округа за тот же период свыше тысячи случаев. И примерно та же неприглядная картина в ряде других военных округов. Вот несколько примеров техчайших преступлений, совершенных в пьяном виде людьми, по недоразумению одетыми в военную форму. 15 октября четыре лейтенанта, напившиеся до потери человеческого облика, устроили в ресторане дебош, открыли стрельбу и ранили двух граждан. 18 сентября два лейтенанта, при тех же примерно обстоятельствах в ресторане, передравшись между собой, застрелились. Политрук, пьяница и буян, обманным путем собрал у младших командиров 425 рублей, украл часы и револьвер и дезертировал из части. А спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. 8 ноября пять пьяных красноармейцев устроили на улице по ножовщину и ранили трех рабочих, а возвращаясь в часть, изнасиловали прохожую гражданку, после чего пытались ее убить. 27 мая капитан Балакири в пьяном виде познакомился в парке с неизвестной ему женщиной. В ресторане он выболтал ряд неподлежащих оглашению сведений, а наутро был обнаружен спящим на крыльце чужого дома, без револьвера, снаряжения и партбилета. Пьянство стало настоящим бичом армии, негодовал в своем приказе номер 02-19 от 28-12 1938 года нарком обороны Клим Ворошилов. Армию, как и все государственные структуры, нужно было очистить от негодяев, неспособных и ленивых. Но чем больше ее чистили, тем больше становилось недовольных и среди военной дряни. Ведь армия была местом, где можно было хорошо устроиться. Начальствующий состав получал большие продуктовые пайки и по сравнению с гражданскими лицами имел массу побочных удобств. Скажем уже, командиру полка полагался особняк или большая квартира, конь для строя, автомобиль для поездок и конный экипаж для выездов. Лишаться всего этого заслуженным революционерам и героям гражданской войны было очень обидно. Вот и получается, что из 40 тысяч офицеров, уволенных из Красной Армии, основная масса была обывателями. А кто же такие обыватели? Обыватель – это тот, чьи цели в жизни ограничиваются желанием вкусно жрать, трахаться, иметь побольше барахла и не иметь опасностей для существования. Обывателю плевать, какая власть на дворе. Ему мила любая власть, которая удовлетворяет его желания. Для удовлетворения желаний ему нужны деньги. Для того, чтобы их иметь, надо работать или служить. И обыватель работает и служит. И шахтером, и дояркой, и ученым, и офицером, и генералом. Обыватель всегда хвалит громче всех клянется в верности существующей власти. Но только потому, что надеется этим схватить у нее кусок побольше. Понятие чести, долга, патриотизма ему неведомо. Но предать откровенно он боится. Однако это не значит, что он не смотрит в будущее. Вот представьте, все знали, что обязательно будет война с немцами. Какие мысли должны были появиться у обывателя? Мог ли он верить в победу СССР? Да никогда! Ну посудите сами, обыватель даже с образованием всегда туповат. Зная себя, он таким же представляет и всех своих соплеменников. Российский обыватель всегда млел перед Европой, а Гитлер – это Европа. И обыватель без сомнения считал, куда уж нам лапотным супротив-то Европы. Более того, немцы поставили на колени остальные страны континента. Их армия оглушительно разгромила армии остальных государств. Ну куда России, в понимании обывателя, конечно, с немецкой армией и всей Европой тягаться? Обыватель – подлый трус. В его понимании и все остальные такие же. Кто же, в понимании обывателя, будет сопротивляться немцам, если всем и трусы? Обыватель свято верил, что Германия победит СССР. Тем более, что немцы это сделали в Первую мировую войну, когда на стороне России были Франция, Италия, США, Бельгия и прочие страны. А одной России, с отсиживающейся на островах британцами, немцев никогда не победить. Говорить об этом обыватель не мог. Перед войной и во время войны за такие разговоры могли расстрелять. Но не думать о будущем он ведь тоже не мог. Думали о будущем и те полковники и генералы РКК, которых заботило, в каких чинах они будут служить после победы Гитлера над СССР. И когда мы с вами говорим о тех 40 тысячах офицеров, уволенных из армии, мы видим перед собой образ вот такого трусливого обывателя. Поднимет он боеспособность армии. Он предаст всех из трусости остаться без кормушки. Поэтому я еще раз повторяю, репрессии на тот момент были необходимы. Я уже слышу мне в ответ, а как быть с расстрелом так называемых заговорщиков и предателей Родины? Неужели и правда был этот заговор? Настоящий? А может быть это Гитлер специально оклеветал самых умных и способных, а подозрительный Сталин купился? А там дело техники, любой под пытками заговорит. Также некоторые добавят, что в 30-х вообще никаких заговорщиков не было. И что это, мол, просто Сталин боролся за власть. Ну давайте представим себя на месте заговорщиков. Не бомбистов каких-нибудь, а реальных таких, думающих. Которые задумываются о том, что они будут делать, а главное, на какие средства после захвата власти. Вот Ельцин, например, не отважился применить силу против Верховного Совета РСФСР до отмашки из США. А почему? Да потому что любому заговорщику нужна материальная поддержка и политическое признание за рубежом. Иначе любой спасшихся членов законного правительства СССР будет не только для своих граждан, но и для зарубежных стран главой страны. А это может вызвать гражданскую войну с непредсказуемым итогом. Так как законное правительство будет пользоваться ресурсами СССР, находящимися за рубежом. А путчисты, даже золото, захваченное в госбанке, не смогут использовать. Поэтому и заговорщикам в 1937 году требовалась поддержка за рубежом. С тем, чтобы прорвать возможную блокаду СССР после захвата власти. Ведь они были троцкисты, то есть марксисты в крайней форме, а не буржуазная партия. Надеяться на автоматическую поддержку Запада, как получил ее Ельцин, им не приходилось. Поэтому естественно, что Тухачевский провел зондаш там, где имел больше всего знакомых. То есть в Германии. Опять слышу вопрос. Откуда это тебе известно? Ты что там присутствовал? Ну что ж, отвечу и на это. Не все документы находились в распоряжении клеветников. А это значит, что не все подчищено. Остались, например, мемуары Вальтера Шелленберга. А если вы помните, этот человек по роду своей деятельности и по занимаемой им должности знал очень много. Я привожу здесь выдержку из мемуаров Вальтера Шелленберга. Поддержка Тухачевского могла означать конец России как мировой державы. В случае же неудачи Германия оказалась бы вовлеченной в войну. А вот разоблачение Тухачевского могло бы помочь Сталину укрепить свои силы. Или толкнуть его на уничтожение значительной части своего генерального штаба. Гитлер в конце концов решил выдать Тухачевского. И вмешался во внутренние дела Советского Союза на стороне Сталина. Это решение поддержать Сталина вместо Тухачевского и генералов определило весь курс германской политики вплоть до 1941 года. И справедливо может рассматриваться как одно из самых роковых решений нашего времени. В конечном итоге оно привело Германию к временному альянсу с Советским Союзом и подтолкнуло Гитлеру к военным действиям на Западе, прежде чем обратиться против России. Гитлер распорядился о том, чтобы офицеров штаба германской армии держали в неведении относительно шага замышлявшегося против Тухачевского, так как опасался, что они могут предупредить советского маршала. И вот однажды ночью Гейдрих послал две специальные группы взломать секретные архивы генерального штаба и Абвера, службы военной разведки, возглавлявшейся адмиралом Канарисом. В состав групп были включены специалисты-взломщики из уголовной полиции. Был найден и изъят материал, относящийся к сотрудничеству германского генерального штаба с Красной армией. Важный материал был также найден в делах адмирала Канариса. Для того, чтобы скрыть следы, в нескольких местах устроили пожары, которые вскоре уничтожили всякие признаки взлома. В поднявшейся суматохе специальные группы скрылись, не будучи замеченными. В свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запутать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же подделано было очень немного, не больше, чем нужно было для того, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что все весьма объемистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени, в 4 дня. По зрелым размышлениям, решено было установить контакт со Сталином через следующие каналы. Одним из немецких дипломатических агентов, работавших под началом штандарт-инфюрера СС Беме, был некий иммигрант, проживавший в Праге. Через него Беме установил контакт с доверенным другом доктора Бениша, тогдашнего президента Чехословатской республики. Доктор Бениш сразу же написал письмо лично Сталину, от которого к Гейдриху по тем же каналам пришел ответ с предложением установить контакт с одним из сотрудников советского посольства в Берлине. Мы так и поступили. И названный русский моментально вылетел в Москву и возвратился в сопробождении личного посланника Сталина, предъявившего специальные полномочия от имени Ежова, бывшая в то время начальником ГПУ. Сталин запрашивал, в какую сумму мы оцениваем собранный материал. Ни Гитлер, ни Гейдрих и не помышляли о том, что будет затронута финансовая сторона дела. Однако, не подав и виду, Гейдрих запросил 3 миллиона рублей с золотом, которые эмиссар Сталина выплатил сразу после самого беглого просмотра документов. Материал против Тухачевского был передан русским в середине мая 1937 года. Как известно, суд над Тухачевским проходил втайне. В состав трибунала входили главным образом советские маршалы и руководители Красной Армии. Обвинительный акт был подготовлен военным советом. Обвинителем выступал Андрей Вышинский. Тухачевский вместе с другими участниками заговора был арестован вечером 4 июня 1937 года. После безуспешной попытки покончить жизнь самоубийством он предстал перед судом в 10 часов утра 11 июня. Суд закончился в 10 часов вечера того же дня. Согласно сообщению ТАСС от 11 июня, все обвиняемые признали свою вину, никаких других подробностей дела фактически не было опубликовано. Вышинскому на чтение обвинительного заключения потребовалось едва ли 20 минут. Он требовал изгнать обвиняемых из Красной Армии и приговорить их к смертной казни через расстрел. По приказанию Сталина командой, наряженной для расстрела, командовал маршал Блюхер, который сам пал жертвой одной из более поздних чисток. Из состава трибунала ныне живы только Ворошилов и Буденный. Напоминаю, это воспоминания Вальтера Шилленберга. Большую часть суммы в 3 миллиона рублей, выплаченных нам русскими, пришлось уничтожить лично мне самому, так как вся эта сумма состояла из купюр высокого достоинства, номера которых, очевидно, были переписаны ГПУ. Всякий раз, когда какой-то из наших агентов пытался использовать их на территории Советского Союза, его арестовывали в удивительно короткое время. А возможно, врет Шилленберг? Врет. Конечно, врет. Но важно определить, в чем он врет. Он фат. Из его мемуаров это просто выпирает. Он не пропускает случай показать себя этаким интеллектуалом. Поэтому на все его анализы и описание своей роли можно не обращать внимания. Нам ведь важен главный вопрос. Документы о заговоре Тухачевского были подлинными или их подготовил сам Гейдрих? А вот здесь Шилленберг соврать не мог. Он был осужден на 6 лет, но по болезни вышел из тюрьмы даже раньше срока. В начале 1951 года. Написал мемуары и умер в 1952 году. Когда он их писал, то знал, что любой их издатель рискует, если он, автор, извратит факты так, что будет уличен в клевете на кого-либо. Ведь издатель издавал мемуары за правилы рейха. А ненависть к фашистской Германии была еще очень высока. Напиши он, что, дескать, мы с Гейдрихом изучили список советских генералов, отобрали самых талантливых, составили схему заговора, придумали темы бесед Тухачевского с Бломбергом, да еще и восстановили по датам, когда они могли встречаться и так далее. То есть соври об этих документах и событиях, а в Советском Союзе опубликовали бы подлинные документы, полученные СССР, и издатель оказался бы фашистским прихвостнем, распространяющим фашистскую клевету. Поэтому, заметьте, Шеренберг в своих мемуарах о фальсификации упоминает, но при этом дважды подчеркивает, что в основе досье лежали подлинные документы о заговоре военных в СССР. Посмотрите, с какой тайной они извлекали эти документы из архивов Генштаба. Если документы сфальсифицированы, то зачем это описывать? Но вспомним, что первоначально-то с помощью этих документов Гитлер собирался убрать своих генералов, и извлекал он их тайно, чтобы не дать им подготовиться. Ведь если заговора не было, то что тогда Гейдрих изъял в Генштабе? О чем немецкие генералы могли предупредить Тухачевского? Сыграли свою роль эти документы в раскрытии заговора? Ну, вероятно всего. Ведь арестованные еще в 1936 году Путна и Примаков ни в чем не признавались, именно до поступления этих документов в Союз. А потом выдали всех остальных подсудимых процесса, которые в свою очередь признавались чуть ли не в день ареста. Как доказательство на суде эти документы не использовались, так как получены были от врага, то есть для суда они не могли быть достоверными доказательством. Но они использовались для получения признания от подозреваемых. И не было никаких пыток. Все уличенные признавались быстро потому, что 58-я статья за одно и то же преступление предусматривала два разных наказания, вынесение которых судом зависело от оценки политической ситуации руководством страны. По 58-й статье УК Росфсер за контрреволюционное преступление можно было получить расстрел. Но если Политбюро политическую обстановку считает не страшной, то осужденного могли просто лишить гражданства и выслать за границу как Троцкого. Даже за участие в вооруженном восстании. Поэтому чистосердечное признание давало подсудимым надежды на сравнительно мягкий приговор. И Тухачевский с подельщиками спешили признаться один впереди другого. Так что заговор был. И уничтожены были не просто тупые генералы, а настоящие предатели. Итогом могу повторить то, что уже говорил. Репрессии 1937-38 годов были необходимы. Необходимы для того, чтобы уничтожить или изолировать большинство участников заговора, направленного на устройство государственного переворота для сдачи страны потенциальному врагу. Также эти репрессии были необходимы для чистки государственного аппарата от тех самых трусливых обывателей-приспособленцев, которые могли предать в любой момент, в том числе офицеров и генералов РККА. Одно в этой чистке было плохо. Это то, что она не была доведена до конца. Сеть была со слишком крупной ячейкой или посадка сети неверной. Поэтому часть мрази ускользнула, что впоследствии выяснилось. Но я думаю, что с уничтожением цвета офицерства и генералитета, конечно, эти эпитеты беру в кавычки, мы разобрались. Перейдем к обвинению в неподготовленности армии. Как вы думаете, кто сформулировал эти обвинения одним из первых? Вы не поверите. Понятно, что задание давал Хрущев. А кто выступил компетентным обвинителем, которые должны были все поверить? Разговор о честности целого ряда полководцев РККА я хотел бы начать даже не с вопроса их честности по отношению к советскому народу, а об их честности по отношению к своему верховному главнокомандующему Сталину. Ведь в ходе войны этот верховный либеральничал и прощал этим генералам такое, за что в иных странах, скажем, в той же нацистской Германии, расстреливали. Правда, если у Гитлера задолго до войны начавшего к ней готовиться, а посему изучившего кадровый состав немецких генералов, была возможность заменить тех, кого он снимал с должностей, то у Сталина готовых кандидатур, готовых Гинденбургов никогда не было. В достаточном количестве. И он вынужден был работать с теми генералами, которые хоть как-то знал. Думаю, что именно этот дефицит и требовал от Сталина многое прощать генералам во время войны. А после войны прощать, возможно, уже по привычке. Эти полководцы безмерно и далеко не по заслугам награждались по его верховному представлению, им назначались большие оклады, предоставлялись фешенебельные по тем временам квартиры и дачи. Я пишу об этих пустяках, потому что для обывателя они особо ценны. Обыватель, по сути, других ценностей и не знает. Так вот, уже хотя бы за эти полученные при посредстве Сталина благо, можно было хотя бы не поливать своего верховного после его убийства, само собой, потоками лжи. Ведь ложь о войне, исходящая от генералов, убийственно действует не только на нашу плохо разбирающуюся в любых вопросах интеллигенцию, но и на массы, которой обычно не досуг самим вникать в подробности военного дела. Люди ведь лгут в основном по мелочам и, как заметил еще Гитлер, в наглую ложь бездумно верят. Им кажется невероятным, что можно лгать так чудовищно. И многие полководцы РКК лгут именно так. И лгут даже не столько о себе, о своих подвигах, что по меркам рыбаков и охотников простительно, сколько лгут о Сталине. Конечно, тут есть и такой мотив. Советский народ, кормивший своих полководцев, потерял в войне очень много и людей, и ценностей. И само собой, у советского народа естественен вопрос к полководцам. Почему под вашим водительством мы потеряли так много? А если во всем обвинить Сталина, то можно убеждать простаков, что полководцы-то они сами просто замечательные. Да что они могли поделать, если их верховный был таким гадом? Но потребность интернациональна. Ни одного генерала не радует необходимость подробно рассказывать о потерях войск, понесенных под его командованием. И все полководцы уже давно знают, что делать. Надо просто об этих потерях молчать. Или отделаться чем-то вроде «наши потери не превысили потерь, которые несут храбрые войска, разгромившие сильного противника». Так выкручиваются даже проигравшие войну немецкие генералы. Так что уж стоило промолчать нашим-то. Но они не молчали. Они нагло клеветали на Сталина. Значит, была еще причина, и более серьезная, нежели желание просто скрыть потери. Вот давайте в качестве примера их лжи рассмотрим утверждения о том, что Сталин якобы накануне войны не привел войска в боевую готовность. Вот президент Академии военных наук генерал армии Гореев в военно-промышленном курьере номер 49 за 2004 год с одной стороны пишет «Главная причина неудач была в том, что войска приграничных округов не были заблаговременно приведены в боевую готовность и до начала нападения противника не заняли предназначенных оборонительных рубежей, позиций. Они оказались по существу на положении мирного времени и не смогли своевременно изготовиться к отражению агрессии. Это обстоятельство и породило многие просчеты и предопределило трагедию 1941 года». Вот яркий пример лжи. Но в эту ложь верят люди, потому что она вышла из уст высокопоставленного военного. Я немного позже докажу, что это ложь. Потоки этой лжи потекли после смерти Сталина. Но, как это ни странно, продолжают выливаться и в наше время. Вот что пишет в учебнике «Новейшая история зарубежных стран» 1914-1997 годов для девятого класса российских школ господин Кредер. Начало Великой Отечественной войны. С начала 1941 года Сталин все еще получал сообщение о концентрации немецких войск вдоль новой советской границы. Советский разведчик Рихард Зорге 15 мая 1941 года указал в донесении из Токио точную дату начала немецкого наступления – 22 июня. Однако Сталин видел в этой информации козни англичан, желавших столкнуть Германию с СССР. Он вряд ли сомневался в неизбежности войны с Германией. Во всяком случае, перевооружение армии шло в СССР полным ходом. Но Сталину хотелось оттянуть начало конфликта. Кроме того, он был уверен, что Гитлер не нападет без предъявления какого-либо ультиматума. До последней минуты Сталин откладывал приведение войск в боевую готовность. Именно поэтому начало немецкого наступления имело для СССР столь тяжелые последствия. В этом маленьком кусочке все – или ложь, или домыслы, или полуправда. Где имеется хотя бы один документ, один надежный факт того, что Сталин в информации о нападении немцев на СССР видел козни англичан. Почему же он тогда готовился к войне с немцами, произвел скрытую мобилизацию 800 тысяч человек в войска западных округов. Стягивал на запад армии. Почему Генштаб еще в мае отдал директиву о подготовке к отражению нападения немцев. Где имеется хотя бы один факт или документ, что желание Сталина оттянуть начало конфликта помешало хотя бы одному оборонному мероприятию. И в конце концов следуя пару слов сказать о нашем разведчике Рихарде Зорге, которого демократы уже превратили в пресловутого Зорге. Во-первых, это был наш разведчик в Японии. И наибольшую ценность представляла информация от него о намерениях японцев, а не немцев. Во-вторых, Зорге одновременно был и немецким шпионом. И Вальтер Шелленберг страшно удивился, когда узнал, что Зорге арестован в Японии как советский разведчик. Поскольку в Германию он всегда поставлял только достоверную информацию. В-третьих, стараясь скрыть направление главного удара по СССР, немцы по всем каналам, в первую очередь дипломатическим, распространяли дезинформацию, которая состояла из маленького правдивого сообщения и моря лжи. В следующей дезинформации правда опровергалась ложью, но что-то опять давалось правдиво. И так непрерывно с целью окончательно запутать Генштаб РГК в том, что правда, а что нет. И Зорге старательно всю эту дезинформацию, полученную в немецком посольстве в Токио, передавал в СССР. Вот смотрите, 15 мая 1941 года, как вы прочитали у Кредера, он передал, что немцы нападут 22 июня. А вот радиограмма Зорге от 15 июня, за неделю до начала войны. Германский курьер сказал военному Аташе, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный Аташе не знает, будет война или нет. Я видел начало сообщения в Германию, что в случае возникновения германско-советской войны, Японии потребуется около 6 недель, чтобы начать наступление на советский Дальний Восток. Но немцы считают, что японцам потребуется больше времени, потому что это будет война на суше и на море. В этой радиограмме Зорге опровергает свое же сообщение от 15 мая и дает уже другую дату войны, и даже сомневается в ее начале. Он дает дезинформацию в вопросе, в котором ему должны особенно верить. В том, что Япония нападет на СССР вместе с немцами. Причем ДЭЗа подана так, что войска с Дальнего Востока на Запад перебрасывать нельзя долгое время. Ведь неясно, через 6 недель нападут японцы или позже. А в учебнике для школьников, как видите, кредер упоминает только о радиограмме от 15 мая. Вот, дескать, Сталин какой дурак. Не поверил такому выдающемуся разведчику. Так кто же первый выдвинул версию о запоздалом приведении наших войск в боевую готовность? Дадим автору самой этой версии. Заместителю Верховного Главнокомандующего, маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Именно он с Хрущевым ввели в обращение эту версию в умы историков и обывателей. Перед таким авторитетом меркнут попытки других исследователей обратить внимание на очевидные вещи. В 1956 году предполагалось провести пленум ЦК, на котором должен был стоять вопрос о культе личности Сталина. Жуков написал к этому пленуму доклад, костноязычный, весь пропитанный лестью к Хрущеву, и полный неприкрытой ненависти к Сталину. Пленум не состоялся. С докладом ознакомились только члены президиума ЦК, и хранился он в его архиве. В докладе Жуков писал так. Вследствие игнорирования со стороны Сталина явной угрозы нападения фашистской Германии на Советский Союз, наши вооруженные силы не были своевременно приведены в боевую готовность. К моменту удара противника не были развернуты, и им не ставилась задача быть готовыми отразить готовящийся удар противника, чтобы, как говорил Сталин, не спровоцировать немцев на войну. Поскольку невозможно развернуть войска, не имея задачи, то Жуков совершенно определенно утверждает, что Сталин не ставил войскам задачу отразить удар немцев по СССР, что и является отсутствием боевой готовности. Гореев в упомянутой статье даже усиливает эти слова. В 1970-е годы группа историков обратилась к маршалу Василевскому с вопросами, была ли в действительности внезапность нападения в 1941 году, или, как говорили некоторые из них, Сталин придумал миф о внезапности для оправдания своих просчетов. Не имея возможности ответить всем, кто ему прислал письма, Александр Михайлович прислал военно-научное управление генштаба записку с оценками событий накануне и в начале войны. В частности, по вопросу внезапности он писал, «Главное в том, что мы не смогли определить точно дату нападения врага, привести в полную боевую готовность войска приграничных военных округов. Получилось так, что, хотя мы и знали, что гитлеровцы готовятся напасть на нашу страну, но поскольку просчитались с определением его сроков, война для нас стала неожиданной». Согласитесь, что это очень серьезное обвинение. Что же было на самом деле? Давайте сделаем то, что наши интеллектуалы, талдычи о боевой готовности, ленятся или не способны узнать. Давайте разберемся с тем, что такое эта самая пресловутая боевая готовность. Советская военная энциклопедия освещает этот вопрос так. «Боевая готовность, состояние, определяющее степень подготовленности войск к выполнению возложенных на них боевых задач. Боевая готовность предполагает определенную укомплектованность соединений, частей, кораблей и подразделений личным составом, вооружением и боевой техникой. Наличие необходимых запасов материальных средств. Содержание в исправном и готовом к применению состоянии оружия и боевой техники. Высокую боевую и политическую подготовку войск. Прежде всего, полевую, морскую и воздушную выучку личного состава. Боевую слаженность соединений, частей, подразделений, необходимую подготовку командных кадров и штабов. Твердую дисциплину и организованность личного состава войск и флота. А также бдительное несение боевого дежурства. Степень боевой готовности войск в мирное время должна обеспечивать их своевременное развертывание и вступление в войну. Успешное отражение внезапного нападения противника и нанесение по нему мощных ударов. С наступлением угрозы войны степень боевой готовности повышается путем увеличения количества войск, способных немедленно начать военные действия, а также сокращение времени, необходимого для подготовки остальных войск к выполнению боевых задач. С началом боевых действий боевая готовность определяется способностью к немедленному выполнению поставленных боевых задач. Ну вот, скажут мне оппоненты, Сталин и не захотел укомплектовать, вооружить, пополнить запасы и так далее, и тем самым не привел войска в боевую готовность. Да неужели? Тогда о чем это пишет Жуков? У нас же происходило следующее. В течение всего марта и апреля 1941 года в Генеральном штабе шла усиленная работа по уточнению плана прикрытия западных границ и мобилизационного плана на случай войны. Уточняя план прикрытия, мы докладывали Сталину о том, что по расчетам наличных войск прибалтийского, западного, киевского и одесского округов будет недостаточно для отражения удара немецких войск. Необходимо срочно отмобилизовать несколько армий за счет войск внутренних округов и на всякий случай в начале мая передвинуть их на территорию Прибалтики, Белоруссии и Украины. Было решено под видом подвижных лагерных сборов перебросить на Украину и в Белоруссию по две общевойсковых армии сокращенного состава. Мы были предупреждены о необходимости чрезвычайной осторожности и мерах оперативной скрытности. Тогда же Сталин дал указание всемерно усилить работу по строительству основной и полевой аэродромной сети. Но рабочую силу было разрешено взять только по окончанию весеннеполевых работ. Однажды в конце нашего очередного разговора Сталин спросил, как идет призыв приписного состава из запаса. Нарком обороны ответил, что призыв запаса проходит нормально. Приписной состав в конце апреля будет в приграничных округах. В начале мая начнет его переподготовка в частях. 13 мая генеральный штаб дал директиву округам выдвигать войска на запад из внутренних округов. С Урала шла в район Великих Луг 22-я армия, из Приволжского военного округа в район Гомеля 21-я армия, из Северокавказского округа в район Белой Церкви 19-я армия, из Харьковского округа на рубеж Западной Двины 25-й стрелковый корпус, из Забайкалья на Украину в район Шепетовки 16-я армия. Всего в мае перебрасывалось из внутренних военных округов, ближе к западным границам, 28 стрелковых дивизий и 4 армейских управления. В конце мая генеральный штаб дал указание командующим пограничным округами срочно приступить к подготовке командных пунктов, а в середине июля приказывалось вывести на них фронтовые управления. Северо-Западный фронт в район Поневежеса, Западный в район Обузлесны, Юго-Западный в Тернополь, Одесский округ в качестве армейского управления в Террасполь. В эти районы полевое управление фронтов и армии должны были выйти 21-25 июня. Всего в западных приграничных округах и флотах насчитывалось 2,9 миллиона человек, более полутора тысяч самолетов новых типов и довольно много самолетов устаревших конструкций, около 35 тысяч орудий и минометов без 50-мм, 1800 тяжелых и средних танков на две трети новых типов и значительное число легких танков с ограниченным моторесурсом. А маршал Василевский к этому добавляет еще кое-какие цифры о скрытой мобилизации, а также даты и детали развертывания войск. В мае-начале июня 1941 года на учебные сборы было призвано из запаса около 800 тысяч человек, и все они были направлены на пополнение войск приграничных западных военных округов их укрепленных районов. 27 мая Генштаб дал западным приграничным округам указания о строительстве в срочном порядке полевых фронтовых командных пунктов, а 19 июня вывести на них фронтовые управления Прибалтийского, Западного и Киевского особых военных округов. Управление Одесского округа по ходатайству окружного командования добилось такого разрешения ранее. 12-15 июня этим округам было приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа, ближе к государственной границе. 19 июня эти округа получили приказ маскировать аэродромы, воинские части, парки, склады и базы, и рассредоточить самолеты на аэродромах. Тут Василевский, как видите, уличает Жукова во лжи. Тот, чтобы показать отсутствие боевой готовности, пишет, что фронтовые управления должны были занять командные пункты уже после начала войны, 21-25 июня. А Василевский говорит, что за три дня до войны, 19 июня. А дивизии начали переходить к границе и разворачиваться к бою еще 12-15 июня, то есть более чем за неделю до войны. Не мудрено, что в 7 утра 1941 года Жуков и Тимошенко готовы были немедленно разгромить немцев, и никакая директива о приведении войск в боевую готовность им не была нужна. Войска уже были в боевой готовности. Нет, опровернут меня оппоненты, как следует из энциклопедии боевая готовность включает в себя боевую выучку, боевую слаженность, подготовку командных кадров, твердую дисциплину и организованность личного состава. А этого не было. Да, не было. Но кто в этом виноват? Сталин или генерал РКК? И какой такой особый приказ Сталин должен был им дать, чтобы они занялись тем, за что получали деньги, то есть приведением войск в боевую готовность. Если взглянуть сразу на все, что написал об этом Жуков, то получается, что он ставит Сталину в вину не отсутствие подготовки к войне как таковой, а то, что Сталин не начал кричать об этом во всю глотку и на весь мир. Причем сам Георгий Константинович уверен, что эту ложь и глупость никто не увидит. Так что же было на самом деле? Игнорировал Сталин угрозу нападения или нет? Еще один про счет Жукова. Он пишет о 22 июня так. В 3 часа 07 минут мне позвонил ПВЧ командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и сообщил. Система внос флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний. Далее. В 4 часа я вновь разговаривал с Октябрьским. Он спокойным тоном доложил. Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. Но в городе есть разрушение. Как это понять? Ведь чтобы так отбить внезапный налет авиации, а именно так его отбили все флоты СССР, нужно было выслать в море корабли в нос, собрать все экипажи на корабли, подготовить оружие и боеприпасы, а летчиков истребительной авиации посадить в самолеты. И действительно, по сообщениям тех историков, которых сегодня не слушают, тревога на флотах СССР была объявлена за неделю до начала войны. Были возвращены отпускники, запрещены увольнения на берег и так далее. Адмирал Платонов, служивший на Северном флоте, так вспоминал ночь 22 июня 1941 года. Сразу же распорядился, чтобы работники штаба проверили подготовку кораблей к бою. Правда, те уже давно стояли готовыми. Все, что от нас зависело, мы уже сделали. Приняли боезапас, топливо, питьевую воду и продовольствие. Рассредоточили корабли дивизионов по заливу. Далее. Вдоль границ СССР располагались отряды пограничных войск. И они задолго до 22 июня отрыли вокруг застав окопы, построили блиндажи, разработали систему огня. Причем заставы уже имели на вооружение пушки 45-ки, а пограничные отряды гаубичную артиллерию. Далее. Вдоль границ строили укрепления около 200 строительных батальонов. Эти войска основным оружием имели лопату. На 500 человек батальона полагалось 50 винтовок. По воспоминаниям ветерана, они 20 июня получили приказ отойти от границы. И в нем была указана причина – начало войны 22 июня. Весь день 21 июня они вывозили от границы цемент, строительные материалы и технику. Эвакуировали личный состав. Оставшийся отряд строительного батальона с наступлением темноты 21 июня убрал маскировочные заборы перед готовыми дотами и отошел, встретив на пути роту, шедшую их заменить. Как это понимать? Если Сталин, по утверждению Жукова, игнорировал угрозу нападения, то кто тогда привел в боевую готовность флот, пограничников и строительные войска? Дважды герой Советского Союза Петров за месяц до начала войны молодым лейтенантом прибыл в тяжелый гаубочный полк, стоявший у самой границы. Месяц они не только тренировали солдат, но и привели знакомство с местностью всех своих огневых позиций и наблюдательных пунктов для боя с немцами. Все команды орудий и водители тягачей знали, куда ехать по тревоге сначала и где находятся остальные огневые позиции полка. Огневые были привязаны к местности и определены участки сосредоточенного огня и позиции открытой наводки на танкоопасных направлениях. Ночью 22-го их обстреляла немецкая артиллерия. Они под огнем, выехали на заранее подготовленные огневые позиции и за день расстреляли по немцам почти весь склад боеприпасов. На последней огневой они вынуждены были несколько раз перекатывать вперед гаубицы, так как стрелянные гильзы заваливали станины и мешали подвозить новые припасы. Кто им дал приказ так тщательно подготовиться к бою с немцами, если Сталин игнорировал? Ведь Жуков пишет, что имелся только оперативный план 1940 года, уточненный в 1941 году, и который был введен в действие лишь в ночь на 22 июня. Войска, готовясь к бою, что художественной самодеятельностью занимались? Напоминаю, что в своем докладе Пленуму Георгий Константинович Жуков писал, что вооруженным силам не ставилась задача быть готовыми отразить готовящийся удар противника. Ну вот передо мной документ, конечно же взятый из интернета, адресованный командующему войсками Западного особого военного округа генералу армии Павлову от 14 мая 1941 года, номер 503 859 ССОВ, написанный из-за своей секретности в двух экземплярах от руки генерал-майором Василевским. В нем приказано с целью прикрытия от мобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа к 20 мая 1941 года лично вам, начальнику штаба и начальнику оперативного отдела штаба округа разработать детальный план обороны государственной границы. Детальный план противовоздушной обороны. Задача обороны – не допустить вторжения. Действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточения войск. Всеми видами разведки определить группировку войск противника действиями авиации, завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам, перегонам и группировкам войск, нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника. Особое внимание уделить противотанковой обороне. На случай вынужденного отхода разработать план подъема войск по тревоге, план эвакуации фабрик, заводов, банков. Подписан этот приказ маршалом Тимошенко и начальником генерального штаба Георгием Жуковым. Вот тяна. И это Жуков называет не ставилась задача? Сам приказал подготовить контрудары по немецкой территории и планов не было. Не к 20 мая, а в июне этот план, как и в других округах, генералом Павловым был подготовлен. Он детальный и очень длинный. Нанести одновременный удар по установленным аэродромам и базам противника, расположенным в первой зоне до рубежа Истенбург, Алленштейн, Млава, Варшава, Демблин и так далее, и так далее, и так далее. Обращаю внимание своих слушателей. Это не планы победы над Германией. Это планы удержания немцев у границ в течение 15 дней. Срока необходимого для проведения мобилизации. Обычно все страны стремятся провести мобилизацию, увеличить свою армию до размеров, при которых можно выиграть войну до начала войны. Но СССР это сделать не мог. Поэтому он скрытно сосредоточил на границах огромные силы с единственной целью – иметь возможность отмобилизоваться. И Жуков это, безусловно, знал. Знал, но клеветал на Сталина и в этом вопросе, обвиняя его в непроведении мобилизации перед войной. Смотрите, как много лжет Жуков. А почему? Почему он так хочет нас убедить, что причиной поражения является какая-то мифическая неготовность войск? Планов не было, тревогу Сталин не объявил, указания не вовремя дал. Ведь его ложь проверяется. Может и трудно в деталях, но очень легко в принципе. Зачем было клеветать? Зачем валить всю эту вину на Сталина, на остальных? К сожалению, Жуков не понимал, что славе его, которую он жаждал с очевидностью, это ничего не добавляет. Наоборот, выставляет его самого в смешном и жалком виде. Вот он пишет. Посредоточенных на Украине и подтянутых туда в последнее время перебрасывать на западное направление и включать сходу в сражение в составе Западного фронта. Это обстоятельство, несомненно, отразилось на ходе оборонительных действий на западном направлении. При переработке оперативного плана весной 1941 года, февраль-апрель, мы этот просчет полностью не исправили. Сталин был убежден, что гитлеровцы в войне с Советским Союзом будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной, Донецким бассейном, чтобы лишить нашу страну важнейших экономических районов и захватить украинский хлеб, донецкий уголь, а затем и кавказскую нефть. При рассмотрении оперативного плана весной 1941 года Сталин говорил, без этих важнейших жизненных ресурсов фашистская Германия не сможет вести длительную и большую войну. Сталин для всех нас был величайшим авторитетом, никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки. Однако указанное предположение Сталина не учитывало планов противника на молниеносную войну против СССР, хотя, конечно, оно имело в свои основания. А спросить Жукова, какое воинское звание весной 1941 года имел Сталин, чтобы генерал армии Жуков его считал в военных вопросах величайшим авторитетом? И если Сталин беспокоился за Украину, так неужели по карте не было видно, что немцам до Киева ближе от белорусского пограничного Бреста, чем от украинского пограничного перемышля? Или начальник генштаба Жуков свою работу по анализу карт перепоручил Сталину? А вот еще. Внезапный переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имеющимися и заранее развернутыми на важнейших стратегических направлениях силами, то есть характер самого удара, во всем объеме нами не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники, ни Шапошников, Мерецков и руководящий состав генерального штаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день мощными компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов. А на что именно рассчитывал Георгий Константинович Жуков, прячущийся в данном случае за спинами наркома и отсутствовавших уже давно Шапошникова и Мерецкова? На то, что немцы выделят для наступления на СССР пороть от каждой дивизии? Разве во Франции они не бросили в первый же день мощные компактные группировки? На совещании высшего руководства состава РКК в декабре 1940 года генерал армии Жуков в своем докладе «Характер современной наступательной операции» сообщал, что современная наступательная операция отличает смелое и решительное применение танковых дивизий и мехкорпусов в тесном взаимодействии с военно-воздушными силами на всю глубину оперативной обороны противника, и утверждал, что это доказывает высокие темпы проведения наступательных операций. Польша разгромлена в 18 дней, в среднем суточное продвижение немцев равно 30 км. Голландия, Бельгия и Северная Франция за 20 дней, что равно 20 км в сутки. Разгром Франции в 18 дней, что составляет по темпу наступления 16 км в сутки. При этом действие ВВС доходило до 100-120 км. «Делать такие заявления в 40-41 годах и потом в мемуарах заявлять, что никто не ожидал массированных ударов немцев». Доклад для этого совещания Жукову написал Баграмян, но неужели Жуков ничего не понял в собственном докладе? И, наконец, это ведь не Сталин был убежден, что гитлеровцы в войне с Советским Союзом будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной. Это Жуков 11 марта 1941 года писал Сталину. «Докладываю на ваше рассмотрение уточненный план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке. Сложившаяся политическая обстановка в Европе заставляет обратить исключительное внимание на оборону наших западных границ. При условии окончания войны с Англией предположительно можно считать, что из имеющихся 260 дивизий до 200 дивизий, из них до 165 пехотных, 20 танковых, 15 моторизованных будут направлены против наших границ. Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы на Юго-Востоке, от Седлец до Венгрии, с тем, чтобы ударом на Бердичев Киев захватить Украину. И опять задам тот же вопрос. Так в чем виноват Сталин? Во многих книгах на тему Великой Отечественной войны бытует мнение, к которому относятся как к безусловному факту, что немцы хотели напасть на СССР и 10 июня, и 1 июня, и даже 15 мая. Да по разным причинам нападение откладывали. Эти даты поступают из донесений таких разведчиков, как Рихард Зорге. Хотя сами разведчики в этом не виноваты. Они посылали в центр все сведения, которые могли собрать у немцев. А немцы в неимоверных количествах плодили дезинформацию с одной целью – заставить СССР начать мобилизацию. В общем, сделать то, что Сталин открыто не делал. Скрытая мобилизация шла. И за что Жуков обвиняет Сталина? Дело в том, что мобилизация такой страны, как Россия – столь дорогостоящая и громоздкая операция, что ее саму по себе уже рассматривают как акт агрессии. Вспомним юридические аспекты Первой мировой войны. Сербам принципом в Сараеве был убит австрийский наследник престола. Австрия предъявила Сербии ультиматум. Россия в ответ начала мобилизацию. Союзница Австро-Венгрии Германия потребовала от России прекратить мобилизацию. Россия отказалась выполнять это требование. Германия объявила себя в состоянии войны с Россией, что автоматически привело к состоянию войны с Германией, Францией и Великобританией, союзниц России. И в агрессии кайзеровскую Германию никто не упрекал. Для России начало мобилизации и объявлению ею войны – это практически одно и то же. Вот Гитлер и старался спровоцировать Сталина на мобилизацию. Тогда бы Германия не выглядела агрессором в глазах остального мира. А Жуков ставит в вину Сталину его решение о проведении скрытой мобилизации. То есть Георгий Константинович не мог понять и охватить своим умом того, что вполне успешно делал Сталин. А именно – предвидел действия врагов СССР и постоянно переигрывал их. Кстати, сами немцы могли начать войну только тогда, когда к ней полностью подготовятся. Это могло произойти не ранее 20 июня. Поскольку, исполняя данную Гитлером директиву номер 21, или план Барбаросса, главнокомандующий сухопутными войсками Германии фельдмаршал Браухич в своей директиве по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск «План Барбаросса», данный войсками еще 31 января 1941 года, приказал – подготовительные работы нужно провести таким образом, чтобы наступление, день Б, могло быть начато 21 июня. И задержались немцы с наступлением всего на один день. Начали его 22 июня 1941 года. Теперь об авиации. Как показывает в своих статьях Алексеенко, даже наши новые истребители, для которых к началу войны еще и эксплуатационные инструкции не были написаны, МиГ-3, ЛАГ-3, ЯГ-1 уступали немецкому истребителю Мессершмитт-109Ф. Даже по основному боевому параметру по скорости – на 36-69 км в час. А по радиооборудованию, автоматике и тому подобное уступали полностью. Да и было этих новых истребителей в западных округах всего 304 единицы. Остальные истребители И-153, И-16 уступали Мессершмитту в скорости 162 и 123 км в час соответственно. И зачастую не могли догнать даже немецкий бомбардировщик. Добавьте к этому техническому превосходству еще хрущевско-жуковское утверждение, что Сталин не привел войска в боевую готовность, и что массу наших самолетов немцы уничтожили прямо на аэродромах. Что тогда должно получиться? Правильно. Потери немцев в самолетах в начале войны с СССР должны были быть минимальными. Просто смешными. А как было на самом деле? Давайте немецкие потери в начале войны на Советском фронте сравним с другой авиационной операцией немцев с битвой за Англию. Итак, немцы сосредоточили для нападения на Англию 2669 самолетов. А к 22 июня 1941 года на Советском фронте немцы сосредоточили 2604 боевых самолета, из которых 1233 были истребители и еще 1000 боевых самолетов своих союзников. То есть немецкие группировки в обоих случаях были практически одинаковы. Каков же итог? Итак, за первую неделю разгара боев за Англию, то есть с 11 по 17 августа, немцы потеряли 261 машину. А за первую неделю войны с СССР, то есть с 22 по 28 июня, они потеряли 445 самолетов. Вообще-то больше, так как впоследствии они уточняли потери в нарастающем итоге и всегда в сторону их увеличения. Но к какой неделе относятся увеличения и на сколько надо увеличить, из немецких сводок узнать просто невозможно. За первый месяц разгара боев, 4 недели, так как сводки недельные, битвы за Англию немцы потеряли 786 самолетов. А за 4 недели начала войны с СССР они потеряли 1171 самолет. За всю битву за Англию, более чем 16 недель, с 10 июля по 13 октября они потеряли 1733 самолета. За 16 недель войны с СССР с 22 июня по 11 октября они потеряли 2789 самолетов. Прославленный немецкий летчик Ганс Рудель так описывает состояние своего бомбардировочного авиаполка перед первым налетом на Кронштадт. Весь полк поднимается и берет курс на север. Сегодня у нас 30 самолетов. Согласно штатному расписанию, мы должны иметь 80 машин. Но цифры не всегда являются решающим фактором. То есть, меньше чем через 3 месяца после начала войны полк потерял не менее 70% своих экипажей. Ведь приходило и пополнение. Таков итог. Если цифры этого итога сравнит беспристрастный историк, разве не возникнет у него вопрос, кто же это не привел войска в боевую готовность? А если еще присовокупить слова Черчилля к этим цифрам? По своим качествам наши самолеты и истребители мало отличались от немецких. Немецкие обладали большей скоростью и лучше набирали высоту. Наши же отличались большей маневренностью и были лучше вооружены. То абсолютно точно становится понятно, что в РКК вовсю шла подготовка к войне с Германией. И очень хорошая подготовка. Но, пожалуй, наибольшей подлостью Жукова явилось то, что он скрыл от историков приказы от 18 июня 1941 года о приведении войск западных округов в боевую готовность к отражению немецкого удара. Такое распоряжение до сих пор не опубликовано. Он дал, но не установил контроль за его исполнением. В связи с чем, командующий западным особым военным округом, генерал Павлов сумел совершить акт предательства? Жуков при Хрущеве кое-что уничтожил в архивах Генштаба, но не все. В частности, еще при жизни Сталина в конце 40-х, первой половине 50-х годов, военно-научное управление, начальник генерал-полковник Покровский, генерального штаба Вооруженных сил СССР, обобщало опыт сосредоточения и развертывания войск западных приграничных военных округов по плану прикрытия государственной границы 1941 года, накануне Великой Отечественной войны. С этой целью были заданы пять вопросов участникам указанных событий, занимавшим в начальный период различные должности в войсках военных округов. Итак, эти вопросы. Первый. Был ли доведен до войск в части их касающийся план обороны государственной границы? Когда и что было сделано командованием и штабами по обеспечению выполнения этого плана? Второй. С какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на государственную границу? И какое количество из них было развернуто до начала боевых действий? Третий. Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидающимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня? Какие и когда были отданы указания по выполнению этого распоряжения и что было сделано войсками? Четвертое. Почему большая часть артиллерии находилась в учебных центрах? Пятое. Насколько штабы были подготовлены к управлению войсками? И в какой степени это отразилось на ходе ведения операций первых дней войны? В 1989 году военно-исторический журнал с номера третьего начал печатать ответы советских генералов на эти вопросы, поочередно посвящая одну статью в номере ответом на один поставленный вопрос. Успел опубликовать ответы на первые два вопроса. И как только очередь дошла до вопроса, когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность, публикация безо всяких объяснений со стороны журнала была прекращена. Гореевы и Анфиловы вовремя спохватились. Но из того, что журнал успел напечатать, стало ясно, что в Прибалтийском особом военном округе это распоряжение было получено задолго до войны всеми соединениями. Генералы этого округа это подтвердили. Кому интересно, можете сами посмотреть эти журналы. Здесь я не буду называть всех имен, званий и должностей. Хотите, верьте мне на слово, хотите, проверьте. Название, год и номер журнала вы уже знаете. А хрущевские мошенники продолжают уверять своих доверчивых читателей, что, дескать, Сталин верил Гитлеру. И, вопреки предупреждениям гениального Жукова, приказ на проведение войск в боевую готовность так и не отдал. За что же ненавидел Жуков Сталина? Мне кажется, что внутренние противоречия назревали давно. Жуков жаждал славы, признания своей гениальности и, конечно же, привилегий. Сталин прекрасно понимал это, но не показывал вида. Хотя был один довольно-таки известный случай. Произошло это вскоре после победы, 24 мая 1945 года. Иосиф Виссарионович Сталин созвал на банкет по случаю победы высший генералитет тогда еще Красной Армии. Хотя Сталин и считал себя русским, грузинского происхождения, но первые тосты он чисто по-грузински поднял за своих гостей. А затем сказал последний тост, очень известный. Вот его слова. Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики. Покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правительство, правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие. За здоровье русского народа. В коммунистической и русской националистической среде этот тост очень известен. Как же? Ведь он так греет душу русского, приподнимая его над остальными. Но если вы всмотритесь в текст и попытаетесь понять, зачем Сталин сказал этот тост, то увидите, что этот тост покаяния главы СССР перед народом, пострадавшим из-за его ошибок. Русский народ в данном случае выделен из-за непропорциональности своих потерь. Составляя в численности населения СССР около 53%, русские, а это великороссы, малороссы и белорусы, в числе фронтовых безвозвратных потерь составили 66%. И одновременно этот тост безоговорочное указание на того, кто действительно победил в этой войне. Народ. Победил даже при ошибках правительства. Сталин задал тон. И должно было бы последовать понимание со стороны Советского Генералитета. То есть следующий, поднимающий тост генерал или маршал, обязан был предложить выпить за солдата, который победил, несмотря на ошибки этих генералов. Но этого не случилось. Генералы поднимали бокалы, но не за солдат. Сталин терпел и ждал. Из присутствующих на банкете военачальников сотни написали, мемуары. Но ни один из присутствующих никогда даже не заикнулся о том, как проходил этот банкет далее, после тоста Сталина. Но вот вспоминает Лебединцев, один из тех офицеров, кто прошел всю войну. Теперь я хочу привести рассказ еще одного современника событий тех лет. Речь пойдет о банкете Победы, на котором наш Верховный Главнокомандующий, председатель Ставки Верховного Главнокомандования, председатель Совета Народных Комиссаров, Народный Комиссар Обороны и Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ, от имени всех своих должностей решил поблагодарить великий русский народ за его стойкость, выдержку, как старшего брата всех других народов, населявших Советский Союз. Это общеизвестно. Ветераны войны помнят и о том, что Сталин благодарил военные советы фронтов, чокаясь с каждым членом военных советов от имени правительства и ЦК партии. Благодарил и поздравлял он Генеральный штаб. Этот рассказ я услышал от самого старшего из больных Центрального Красногорского военного госпиталя в самый канун 1974 года, когда сам уже год находился на пенсии. За ужином возник спор об опале маршала Георгия Жукова, между одним из сотрудников журнала «Военный вестник» и лечившимся генерал-майором. По окончании ужина мы разместились в комнате отдыха на диванах. Спорщик генерал вскоре убыл в палату, а в центре внимания оказался престарелый генерал-полковник, бывший в войну заместителем командующего войсками фронта и присутствовавший на банкете победы. Начал он свой рассказ с того, что находился в преклонных годах, но еще нигде не прочитал сообщения о том, как проходил банкет для высшего командования генерального штаба и фронтовых членов военного совета. И вот что рассказал участник банкета. Маршал Жуков находился за одним столом с верховным главнокомандующим, но в его персональную честь не было сказано ни слова. Всем присутствовавшим это показалось странным. Старшие военачальники стали знаками подавать ему сигнал наперекур. Жуков попросил Сталина сделать перерыв. Вождь дал разрешение. Сам он курил трубку за столом, а все вышли в курительную комнату. Здесь же командующие войсками фронтов попросили маршала Жукова начать короткое выступление, чтобы они могли продолжить здравицу в честь первого маршала победы. Жуков свое выступление, тост, начал примерно так. «Если бы меня спросили, когда за всю войну мне было тяжелее всего, то я бы ответил, что осенью и зимой при обороне Москвы, когда практически решалась судьба Советского Союза». Выслушав молча эту тираду Жукова, Сталин внезапно оборвал его словами. «Вот вы, товарищ Жуков, вспомнили оборону Москвы». Правильно, что это было очень трудное время. Это была первая победоносная битва нашей армии при защите столицы. «А вы знаете, что многие ее защитники, даже генералы, получившие ранения и отличившиеся в боях, оказались неотмеченными наградами и могут не получить их, так как стали инвалидами?» На этот упрек Жуков ответил так. «Товарищ Сталин, я, как и вы, тоже не отмечен наградами за эту битву, хотя почти все работники генерального штаба награждены орденами Ленина, Шапошников, Антонов, Ватутин, Штыменко. Вполне допускаю, что мною допущен в этом деле просчет, и мы поправим это». Тут Сталин ударил кулаком по столу так сильно, что хрустальная ножка высокого фужера обломилась, и красное вино пролилось на скатерть. Вождь, перебивая Жукова, сказал, «А вместе с тем вы не забыли наградить своих бледей!» Наступила гробовая тишина, в ходе которой Сталин поднялся, удалился из-за стола и больше не вернулся. Вот таким человеком был Верховный. Во главу угла он всегда ставил народ и страну. Ради них он жил. Ради них он работал. У меня могут спросить, «Неужели, мол, такой прозорливый человек, как Сталин, не видел, не замечал ненависть некоторых людей в своем окружении, приведшую впоследствии к его гибели?» Все он видел и все замечал. Но советский народ и страна Советов для него были всегда на первом месте. Поэтому подвергать победивший в самой кровопролитной войне народ очередному испытанию, испытанию неверия в руководство страны, он просто не мог. Мог он только рисковать собой. Вот президент Академии военных наук, генерал армии Гореев, в военно-промышленном курьере, в номере 49-м 2004 года, пишет, «В 1943 году, после возвращения с Тегеранской конференции, Иосиф Виссарионович Сталин говорил, «Я знаю, что когда меня не будет, ни один ушат грязи будет вылет на мою голову. Но я уверен, что ветер истории все это развеет». Но разве это не предвидение? Возможно, что будучи еще юношей и интересуясь проблематикой жизни общества и исторического развития человечества, Иосиф Виссарионович Сталин нашел для себя ответы на какие-то значимые для него вопросы в марксизме. Но все ненавистники Сталина предпочитают обходить стороной вопрос, что волновало в 17-18 лет юношу, которого звали Иосиф Джугашвили. Ответ на него дал он сам. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандуре, с нехитрую песней своей. В напеве его и в песне, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердце, превращенное в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму полную чашу отравы, преподнесли ему. Сказали они, будь проклят, пей, осуши до дна. И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. А эти, поистине, пророческие стихи написал Иосиф Джугашвили в 1895 году. Если из вас кто-то писал стихи в 18, тот знает, что в таком возрасте человек не врет. Стихами он выражает самые сокровенные свои мысли, а самому себе врать незачем. Думайте, друзья, думайте, прежде чем повторять за клеветниками всю ту ложь, что вылита на этого человека. Подписывайтесь на мой канал. Здесь хотя бы пытаются не врать. Удалось ли мне развенчать миф о бездарности Сталина как верховного главнокомандующего? Пишите в комментариях. Заранее благодарен. До свидания. Мир вашему дому. Покой в вашей душе. До встречи на моем канале. Продолжение следует...